Будь создателем Многое лето пропою, многое лето, многое лето пропою, поздравляем, поздравляем, поздравляем. Бурные аплодисменты. Юль, держи микрофон, знаю, что ты хочешь сказать. Здравствуйте, Маша, мы очень рады вас приветствовать в этой студии и хотим поздравить вас с Пелем Многолетия, с 20-летием, который прошел недавно, вашего замечательного канала. Поздравляем всю вашу съемочную группу, поздравляем всех, всех, всех причастных к этой работе, очень сложной, трудной. Здоровья вам, счастья, любви, вдохновения, чтобы все-все-все у вас получалось. Многое лето, спасибо огромное. Вот так сегодня весело и задорно мы начинаем специальное интервью на канале ОТВ. И в нашей студии уникальные люди, звонкие голоса Одинцовского округа, руководители хоровых коллективов, руководители фольклорных народных коллективов. Сергей, давай начнем с тебя. Рассказывай, знаю, что есть чем поделиться. И уходящий 2021 год вы провожаете на подъеме. Да, мы провожаем его на подъеме, с гордо поднятой головой. Вот в этой студии у нас представители так называемого Одинцовского слона. Кто такой Одинцовский слон? Одинцовский слон – это сводный, любительский Одинцовский народный хор. Староста хора русской песни околится коллектива городского дома культуры «Солнечный» Любовь Александровна. Староста теперь уже народного коллектива Московской области, ансамбля народной песни «Заряночка», коллектив культурно-спортивного комплекса «Назаревский» Готовцева Наталья Николаевна. Сергей Алексеевич Лихолат в особых представлениях не нуждается, так как достаточно известный человек в народных кругах. Но представим. Но представим. Обязательно. Это староста фолк артели «Петров день». Я думаю, Сергей Алексеевич потом и расскажет. О своем коллективе. Нет, это не его коллектив, это коллектив мой, но он придумал этому коллективу вот такое название с говорящим названием «Петров день». И руководитель образцового коллектива Московской области театра народной песни «Теремок» Юль Николаевна Потапова. И представитель этого образцового коллектива наша любимая солистка, исполнительница и наша доча Есения Сергеевна. Ну и давай я тебя представлю, Сергей Петров, руководитель фольклорного народного ансамбля «Заряночка» и не только, Сереж. И не только, я уже сказал об этом. Вот фолк артель «Петров день». Это имя коллективу придумал как раз Сергей Алексеевич Лихолат. Он потом, наверное, поподробнее чуть-чуть расскажет, какое озарение на него снизошло. Мы познакомились ровно год назад, в декабре 2020 года. Тоже такой достаточно сложный год был. Но, как оказалось, такое достаточно удачное знакомство. Я очень рад знакомству с таким прекрасным человеком. Это, кстати, Донской казак. И мы ориентируемся... Все по-настоящему. Сегодня вообще в студии все по-настоящему. Баян, песни, никаких фонограмм, только живой звук. И песни тоже настоящие, которые прошли фильтр времени. Ну, говорили уже о том, что год подводите с хорошим итогом. Давайте делитесь добрыми новостями. Ансамбль народной песни «Заряночка» в этом году удостоился. Ему Министерство культуры присвоило звание «Народный коллектив Московской области». Мы к этому шли не так долго, наверное, 4 года. Вот 4 года назад я принял этот коллектив, но в таком достаточно разрушенном состоянии. Было всего 4 постоянных участницы. Пятая... Временная, да? Временная, да. Теперь наш коллектив насчитывает около 20 человек. Если быть точным, это 18 человек. Теперь мы можем заявляться и как хор, и как ансамбль, и как ансамбль. Ну и, наверное, Наталья Николаевна Готовцева, если предоставим слово, она скажет все гораздо подробнее. Подробнее, да? Наталья Николаевна, держите микрофон. Расскажите о вашем коллективе. Как вам удалось добиться вот такого высокого звания и насколько действительно было сложно получить звание народного? Спасибо большое за предоставленную честь. От ансамбля «Заряночка» мы тоже присоединяемся и поздравляем вас с вашим 20-летием. Это срок, в общем-то, очень хороший такой. И хотим сказать, что наш ансамбль «Заряночка» – это прямой наследник огромного коллектива, который в свое время назывался хор подсобного сельского хозяйства, дома отдыха и дачного хозяйства имени Куйбышева управления делами Совета министров СССР. Хор тогда насчитывал около 60 человек, и был свой оркестр. В общем, это было все очень серьезно и солидно. Но прошло время, трансформация. И в итоге, значит, нас осталось совсем немножко, потому что кто-то ушел, но самые-самые большие любители, которые без песни вообще не представляют свою жизнь, они, конечно, остались. И благодаря приходу Сергея Владимировича Петрова нам, получается, выпала, ну, можно сказать, козырная карта. И к нам стали возвращаться люди, к нам стали возвращаться люди. И на сегодняшний день у нас уже 18 человек, и плюс-минус еще, мы думаем, что еще к нам подойдут, потому что о нас теперь знают, нас видят, нас слышат. И самое, наверное, лучшее воспоминание – это то, что песни-то у нас самые душевные идут от сердца. Но, опять же, надо отдать должное. Весь репертуар у нас подобран нашим руководителям, за что ему огромное спасибо. Наталья Николаевна, ну вот на ваш взгляд все-таки сейчас народный интерес к народной культуре увеличивается? Я так думаю, что это зависит от местности. Там, где пропагандируют, там, где ребята слышат, что поется народная песня, русская песня, они подхватывают, может быть, немножко так в своем каком-то плане, но они подхватывают. Жаль там, где ее не слышно. Поэтому, наверное, надо так, чтобы наслышали все. Жителям Одинцовского городского округа повезло, потому что песни звучат, вы везде выступаете на разных концертных площадках. Как можно попасть в ваш хоровой коллектив? Что для этого нужно? Ну, помимо, наверное, желания и вокальных данных. Вы знаете, Маша, вот именно только желание, потому что Сергей Владимирович сделает из вас солистку. Приходите. Вы в этом убедитесь буквально через полгода. То есть открываются все скрытые возможности, и человек, даже не верящий в свои какие-то предназначения по жизни, вдруг понимает, что он умеет петь. И у нас таких случаев не один и не два, а достаточно много. Занимаемся мы вторник и четверг с 19.00, но при желании можно договориться с Сергеем Владимировичем об индивидуальном занятии, если это необходимо. Он всегда находит время. Очень отвлекается на наши просьбы. Давайте дадим Сергею микрофон. Спасибо, Наталья Николаевна. Сереж, ну, получается, можно просто обратиться в Дом культуры Солнечный, в Дом культуры Назаревский, и там подскажут уже режим работы хора, когда можно прийти на прослушивание. Вот как вообще происходит? Потому что Наталья Николаевна сказала, что набор, он идет, люди приходят, но многие узнают именно, посмотрев концерты, приняв участие в каких-то массовых мероприятиях, они видят ваше выступление и тоже хотят петь. Ну, конечно, в каждый коллектив мы всегда ждем новых участников, новых желающих при себе иметь только хорошее настроение и желание. Наталья Николаевна все правильно сказала. Ничего другого, никаких-то специальных вокальных навыков не нужно иметь. Наша позиция педагогическая с Юлей Николаевной простая очень. Научить можно петь и танцевать практически любого человека. Просто к этому надо прикладывать усилия. В сводный любительский Одинцовский народный хор мы ждем, как коллективы, сложившиеся в свой состав, так же и отдельных исполнителей. Очень часто в последнее время звонят и говорят, а можно к вам попасть? То есть нас видят, замечают. Другой момент, что на официальном уровне мы пока еще не так заметны. И хотелось бы, наверное, найти свой дом для слона. Желательно, чтобы это был не цирк, а какой-то такой дом культуры. Где мы могли бы забазировать такой большой хор? У нас в сводном хоре 50 человек уже точно есть. Сложно управлять такой махиной. Но это разные коллективы, разные традиции, уже устоявшиеся привычки. И тут появляешься ты. Нет, появляюсь не я. У нас такой достаточно творческий семейный дуэт с Юлей Николаевной. Она у нас руководитель хора русской песни «Околица». Я руководитель ансамбля «Заряночка», «Фолк артели Петров в день». Поэтому вся основная репетиция проходит у нас на местах. Такой творческий совет у нас проходит где-то дома на кухне. А вот мы сейчас спросим, Юль, Юль, бери микрофон, ты так помогаешь уже супругу. Давай, рассказывай. По-другому не так. Я знаю, что со всеми старостами, со всеми руководителями хоров ты практически 24 на 7 всегда на связи, на телефоне. Даже когда были ограничения, вы продолжали репетировать и обсуждать дальнейшие ваши мероприятия, идеи. Расскажи, как строится вся эта работа? Работа строится на самом деле все просто. Это уже, наверное, наша одна большая семья. Я бы так назвала. То есть отношения руководителя-участник хора, они немножечко стерты. Поэтому есть время репетиций, в которые мы собираемся по разным домам культуры Одинцовского округа. Но есть вот эта, даже не знаю, как назвать, какая-то душевная составляющая, когда люди понимают, от тебя заряжаются любовью к народной песне. И несмотря на свои какие-то недомогания, потому что возраст участников в коллективе, ну, наверное, сколько, Сергей Владимирович? 40 плюс, наверное, да? 45. Вот так вот. То есть у нас есть и помоложе, а есть и постарше. Кому есть и 80 лет приходят, и в околицу у нас есть старожил такие, и в заряночке есть. Поэтому, несмотря ни на что, несмотря на ковид, вообще, вот люди просто идут на репетиции, садятся в автобус, едут на концерты. И я думаю, что, ну, вот это какое-то такое ощущение счастья и радости, которое получают наши участники на этих репетициях, на этих выступлениях. И за этим, наверное, и идут. А я хочу, чтобы сейчас счастьем и радостью зарядились наши телезрители. Вы не пришли сегодня с пустыми руками и, конечно же, подготовили песни. Давайте споем? Давайте. Песня. 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 Александровна, в хоре я с 2017 года, но были у меня перерывы. И в этом году я снова пришла в этот замечательный коллектив. Хочу передать свои такие эмоции добрые, что у нас в коллективе появился новый руководитель Юлия Николаевна Потапова. И огромная благодарность. Каждого из нас она вносит свою частичку добра, веселья, оптимизма. Очень ей благодарны. А еще у нас появился новый аккомпаниатор Андрей Витальевич. Величайший талант и замечательная игра. И появилось у нас в репертуаре очень много-много песен. Не только фольклорных, но и патриотические. Приходите на наши концерты. От аккомпаниатора, кстати, зависит, наверное, ну даже не 50, а 70 процентов успеха. Можно сказать 100 процентов. Любовь Александровна, вы говорили о том, что периодически уходили, возвращались. А вот все-таки что так притягивает вот в этой хоровой жизни? Что ни на что вы все-таки вернулись? Ну, важно общение это вот с людьми. Когда я пришла только хор, у меня было желание, что я всех люблю и люблю. Потому что каждого вижу свои плюсы. Каждый многогранен. А потом любовь к русской песне. То есть нести традиции нашим детям и внукам. Как воспринимают ваше увлечение, ваши занятия, ваши близкие? Ваша семья? Близкие принимают. Я думаю, что совсем-совсем близкие, они очень рады. И я думаю, что они уже стали прислушиваться и ценить, что вот у меня такое есть хобби, творчество. А вот что бы вы пожелали всем тем, кто еще сомневается, пойти ли ему в хор, вступить ли в ряды этих энергичных, активных, жизнедорадостных людей? Я бы им пожелала, чтобы каждый человек открыл в себе творчество, свое предназначение. Потому что каждый по жизни он талант. То есть он просто может даже не догадываться. То есть приходите, пожалуйста, в хор, участвуйте в песне. Это раскрывает талант и душу. Мы вас ждем. А уж Одинцовский округ богат на таланты. Мы с вами это знаем. Передавайте микрофон вашему коллеге. Сергей, уже здесь Сергей Владимирович сказал в начале нашего интервью, немножечко приоткрыл завесу. Расскажите, пожалуйста, о фолк-группе, как она создавалась и о названии. В этом составе коллектив существует всего один год. Конечно, после прихода Сергея Владимировича, конечно, уровень заметно подрос, появилось настроение у людей, появилось желание. Очень интересно проходят репетиции. Коллектив стал прирастать новыми членами. Все, в общем, очень радостно от этого. Название «Петров день» появилось не случайно. Ну, хотелось как-то Сергею Владимировичу поручить ему какую-то ответственность. Из-за этого получилось... Сергей Петров. Из-за этого, в общем-то, пошло название «Петров день». В «Петров день» существует такой православный праздник, который празднуется 12 июля. Он еще называется «День солнца» и «Петровские гуляния». То есть, в общем-то, все сходится. Сергей, вы казак. В вашем коллективе исполняются только лишь казачьи песни? В большинстве своем это казачьи песни, но мы также поем песни, которые нам просто нравятся для души. Сергей Владимирович с удовольствием идет навстречу нашим пожеланиям, и мы очень счастливы. А какие ваши любимые песни? Ну, вот вам что нравится? Ну, мне нравится, в общем-то, во-первых, это казачьи песни строевые. Нравятся песни лирические, очень нравятся песни. А когда вы начали петь? Ну, я лет 8 назад, наверное, как бы так вот к этому приобщился каким-то образом. А что послужило толчком движения? Я неспроста задаю так много вопросов, потому что мужчин в хоровых народных коллективах не так много. Вот мне очень интересно, как удается прекрасным барышням все-таки заманить к себе статных голосистых казаков. Нет, ну, в нашей ситуации, скорее всего, мужчины заманивают женщин к нам к себе, от нас идет инициатива вся, и девчата просто с нами как бы вместе. Ну, вот в вашем случае, с чего началась история? Вот вы сказали, 8 лет назад, вот что послужило толчком к тому, что вы решили, все, вот завтра иду и начинаю петь? Ну, решение принимается как бы сразу и бесповоротно. Если чем-то заниматься, надо заниматься этим плотно и основательно. Либо вообще не заниматься. Это потом выясняется, что это очень все сложно и как бы так, ну, уже поздно куда-то отступать. Надо идти вперед. Ведь надо идти вперед, да, потому что и жалко затраченного времени, и как бы, ну, это все окупается хорошим настроением, общением с людьми, с любимыми людьми, которые у нас, я не побоюсь этого слова, мы собрали всех самых лучших людей, с которыми нам комфортно просто существовать в этом коллективе. И появление вот этого нового проекта Одинцовского сводного хора, это лишнее как бы подтверждение. Мы тоже с удовольствием принимаем в нем участие, рады, потому что все мы на одной волне с другими коллективами, мы общаемся, нам делить нечего, мы счастливы просто этим. Юль, спасибо вам большое. Юль, как удается вот сохранить такие теплые семейственные отношения? Я понимаю, что когда руководители семья, ну, это уже 50% успеха, да, своим примером и тем, что вы всегда вместе и на концертах, ну, просто 24 на 7. Но как удается так разные совсем, я уже говорила об этом, да, коллективы сплотить, объединить и действительно дать возможность каждому прочувствовать, что это их второй дом? Я думаю, что это наша природа. Мы никуда не можем деться от нашей генетики. Видите, что такое народная песня и откуда она пошла, да, это все от наших предков. Поэтому и песни, когда мы исполняем традиционные именно песни, они есть в репертуаре, да, не авторские, от них вообще получаешь. Вот на мне сейчас подлинный костюм Белгородской области, села Подсередние, и я каждый раз его надевая, конец 19 века на мне, начало 20-го, у меня внутри прям все аж, вот я не знаю, поднимается такое какое-то состояние. Я думаю, от пения и от народной песни так же. То есть все получают вот этот энергетический какой-то заряд, который… Почему такие мелодии, почему именно такие сложились в этих песнях, почему именно такие тексты? Можно очень долго и глубоко копать, да, искать, но от чего же, откуда же это все пошло? Это пошло от наших пра-пра-пра-пра-пра-бабушек и дедушек. И они закладывали во все это очень большой смысл, да, жизненный. И наша задача сейчас сохранить все это… Передать подрастающему поколению, которое у нас в суде тоже… Да, передать нашим детям, потому что, правильно вы сказали, что ну вот в народную песню не особо там как-то идут, не особо она популярна, казалось бы, хотя мы все живем в России. Почему она не популярна? Она должна быть популярна. Ну почему? Народные коллективы в огромном количестве выступают за границей, собирают аншлаги, вызывают восторг у иностранцев. Ну все почему-то популярно очень там. Вот, вот. А хочется очень, чтобы… Чтобы дома, да. Потому что это наши корни, мы не должны их забывать, мы должны, наоборот, передавать поколение в поколение дальше. И тогда, я думаю, тогда наше поколение будет и воспитанным, и умным, даже доброжелательным, не будут, ну не знаю, вот агрессивными дети. Надо использовать современную технику, интернет. Я считаю, все нужно использовать для того, чтобы продвигать народную культуру, продвигать наше творчество народное. Мы будем здоровее от этого и счастливее. Абсолютно. Согласна. Согласна на сто процентов, что будете здоровее, счастливее. И мне очень хочется, чтобы как можно большее количество людей примкнуло в вашу организацию, в ваш сводный репетельский хор. Мы приглашаем всех. Мы приглашаем всех. Можно, Маша? Приглашаем в Околицу, пожалуйста, Дом культуры Солнечный, в Заряночку, Назаревский. Присоединяйтесь, кто-то, может быть, близко живет, приезжайте. На самом деле есть участники хора и в Околице, и в Заряночке, и в Петрове Дне, знаю точно. Люди ездят издалека. Не живут они рядом, там, в соседнем доме. Ездят на репетиции вечером, после работы, с 7 часов. Петров День у нас в Жаворонках занимается, в театральном центре. Поэтому всех ждем. Приходите, если есть желание, если есть возможность. Всех принимаем. Чего хочется в наступающем году? Какие цели, задачи ставите сегодня? Уже звание народного коллектива получено. Сводно-любительский хор набирает обороты. Что еще в планах? Хотим найти дом нашему сводному любительскому, детсовскому народному хору. Хотим, конечно же, чтобы наша эпидемиологическая ситуация как-то уже прекратилась, и начались концерты, конкурсы, как это было до. Сейчас есть выступления, но, к сожалению, их мало. Для вокальных коллективов, да и не только для вокальных, важно выступление, важно выходить на сцену. Это очень нужно. Не просто репетировать. Поэтому ждем выхода на сцены. Да и, пожалуй, все. Хотим пожелать всем здоровья, всем участникам хоров, руководителям, естественно. И будем надеяться, что 22-й год, год народного творчества, пройдет в наших коллективах замечательно. Будем участвовать во всевозможных мероприятиях. У них уже есть некоторые наметки. Поэтому только, я думаю, все будет хорошо у нас. Сереж, 2022 год будет объявлен Годом народной культуры. Что это для вас, для народников? Для нас это возможность заявить о себе, показать себя, получить какое-то признание. Не более, не менее, я думаю, больше нам ничего и не надо. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо за интересное, яркое интервью. Конечно же, не отпущу вас без песни. Да с удовольствием. Многое лето Многое лето Многое лето вам и нашим телезрителям. Спасибо, что сегодня были с нами. Смотрите специальное интервью на канале ОТВ. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...